Совсем недавно в городе проходил чемпионат по тейквондо, который называется Кубок посла Кореи. Да, и прямо сейчас предлагаем посмотреть сюжет о прошедшем мероприятии. Культура корейского народа многообразна и уникальна. Одной из страничек ее истории является боевое искусство тейквондо, которое зародилось именно в этой стране. Этот вид спорта популярен во всем мире, и Кыргызстан не исключение. Сегодня впервые мы применяли новое оборудование. Оборудование, протекторы с сенсорами. И шлемы, и протекторы, они все оборудованы современными чипами, которые передают удары. Молодые спортсмены, несмотря на свое волнение, демонстрировали свою подготовленность почетным гостям и строгому жюри. После вдохновляющего боя барабанов начались состязания между сильнейшими тейквондистами. Но вначале показательные выступления. Это были показательные выступления наших спортсменов. Они продемонстрировали свою физическую подготовленность почетным гостям. Ну а сейчас непосредственно начнется и сам поединок. Давайте вместе с вами посмотрим. Финальный поединок прошел как среди парней, так и среди девушек. Шакиров Санджар занял первое место, то есть выиграл в золото. Порел три поединка и успешно выиграл Афтар. Подобные турниры, несомненно, вдохновят молодое подрастающее поколение. А спортсмены станут образцом для подражания. Тебе нравится заниматься на их поддон? Да. А кем ты в будущем хочешь стать? Хочу чемпионом. Чемпионом? Да. А тебя как зовут? А Сылай. Расскажи, пожалуйста, себе, как ты попала сюда, на Тайпандо? Ну, папа мне сказал, что нужно ходить на Тайпандо. Ну, как у тебя получается? Да. Именно спорт поможет стать человеку здоровее, красивее и сильнее. И укрепит дружбу между странами. Русские отношения между Кыргызстаном и Кореей развиваются во всех сферах. И в экономике, и в спорте, и в образовании. А после визита президента Кыргызстана господина Атамбаева в Республику Кореи активизировались. Я считаю, что такие мероприятия только сплотят дружбу между двумя странами. Тем временем уже определились победители соревнования. Они получили свои долгожданные награды. Ну, и в продолжении мы представим вам наших гостей. Это непосредственно участники и победитель этого самого соревнования по Тайпандо. Валерий Тен, мастер спорта международного класса по Тайпандо ВТФ. Александр Легай, старший тренер сборной Кыргызской Республики по Тайпандо ВТФ. Адильхан Абдрахимов, победитель соревнований по Тайпандо ВТФ. Кстати, те соревнования, которые вы только что увидели в предыдущем сюжете. Доброе утро. Доброе утро. Такие очень серьезные. Это серьезный настрой к следующим соревнованиям у вас? Либо до сих пор эмоции после предыдущего? Ну, это, наверное, пока еще остаточные. После соревнований, да, мы еще не вышли из образа. Как, на ваш взгляд, прошло это соревнование? Ну, значит, вообще, любые спортивные мероприятия, они оцениваются из двух оценок. Ставятся или удовлетворительно, или неудовлетворительно. Почему? Потому что оценку отличную хорошо невозможно поставить. Потому что всегда есть кто скажет. Тот, кто победил, скажет, отлично прошло соревнование. Тот, кто проиграл, скажет, да нет, засудили, там все плохо. Поэтому я считаю, что это соревнования прошли на хорошем уровне, и оценка удовлетворительна. Мне кажется, если уж это кубок посла Кореи, то самое главное то, что сказал сам посол. Да? Или нет? Об этом соревновании. Ну и сколько участников было на этом соревновании? Значит, данный турнир, это шестой кубок посла Республики Кореи в Кыргызской Республике, проводился в рамках Месячника корейской культуры в Кыргызстане. Значит, и проводился в двух возрастных группах, это юниоры, взрослые, по 15 и самым категориям. Значит, в этом турнире приняло участие 10 команд с Кыргызстана, и одна команда с Казахстана. Ну, у нас есть победитель, Адильхан. Вы в какой весовой категории участвовали? Я участвовал в весовой категории до 68 килограмм, но кубок мы завоевали общей командой. А, то есть это заслуга всей команды? Всей команды, да. Сколько человек в команде? У нас мы заявили 15 спортсменов, то есть на 15 весовых категории. Из 15 весовых мы забрали 8 золотых медалей. Большинство. Большинство, действительно, больше половины, это уж точно. Ну, и мне хочется узнать у Александра, как у тренера, тяжело ли было готовиться к этому турниру? Ну, довольно сложно, но все-таки мы справились. Вот, если говорить о спортсменах, которые приехали из Казахстана, почему-то, если уж только приехала одна команда? Почему-то мало, потому что, насколько помню, предыдущие соревнования было намного больше. Какая-то есть причина? Вы знаете, да, команда из Казахстана, они подали предварительную заявку, то есть они были заявлены, включены в протокол извешения. Это была проведена жеребьевка, но по каким-то причинам они не смогли приехать. Значит, объяснение, здесь потом мы созвонились. Значит, у них вот накануне, 28-го, 28-го мая прохвалилась аттестация. Аттестация, да, и то есть это ребятам, знаете, специфика подготовка к аттестации, подготовка к соревнованиям, это совершенно разные вещи. Поэтому невозможно готовиться к аттестации, сразу успешно выступить на соревнованиях. То есть для того, чтобы готовиться к аттестации, очень много тратится сил. Очень много тратится сил, это совсем другая специфика работы, это соединенная методика тренировки. Адильхан, с кем ты встретился в финале? У нас была матчевая встреча, то есть 5 на 5. И как бы был один соперник, то есть с этим соперником работали два. Ну, 5 на 5, с 7, как называется. Первая сборная, вторая сборная. И если вы говорите, вот я знаю, это самый страстный момент, когда выходят спортсмены со двух стенок. Вот твои ощущения, какие они были? Не знаю. Волнение? Волнение? Волнение, в первую очередь. А свой выход ты выиграл? Да. А какой был общий результат между сборными? 37-35 мы с небольшим отрывом выиграли. С небольшим отрывом. Но все-таки выиграли, самое главное. Ну, кстати, вот насколько я помню, опять же, по предыдущим соревнованиям, помню, именно стенки проводились между казахскими спортсменами и кардэскими. Вот это было еще, мне кажется, более волнительнее. Да, конечно, данный факт добавляет интриги. Но в этот раз, я уже сказал, казахские товарищи, наши казахские партнеры, у них были свои мероприятия совсем недавно, допустим, 19 по 22 число, проводился очень большой турнир Кубок Бориса. И тоже наши спортсмены приняли участие. И, значит, я могу сказать, что наши спортсмены, спортсмены ассоциации Тэквондо, это завоевали 4 бронзовые медали на этом турнире. Значит, очень большой турнир, 7 стран, более 1200 спортсменов. Очень ответственный турнир. И, наверное, в наших казахских партнерах какие-то были свои планы. А что касается областных команд, были ли они? То есть, как развивается в областях Тэквондо? Да, на данном, значит, на сегодняшний день по ассоциации Тэквондо, я могу сказать, что очень хорошо Тэквондо развивается в Чуйской области, из Секульской области, в Баткене, в Оржской области. С прошлого года мы активно сотрудничаем с тренерами из города Нарын, Нарынская область, они регулярно приезжают на спартикиады школьников, чемпионаты республики. В этом году даже были призеры, уже первые призеры девочки были с Нарын. К сожалению, Тэквондо не так развито у нас пока, у нас нет своих тренерских кадров в Джалабаде и в Таласе. Ну, Талас вообще тяжелая позиция, это кузинца борцов, боксеров. Другие аспекты для развития. Да, то есть это, скажем так, их альмаматор. И нам туда пробиться пока тяжело. Кстати, обращаюсь к нашим телезрителям. Александр и Аделихан приготовили нам особенное выступление, которое мы сейчас увидим. Да, ну и пока наши спортсмены готовятся, я вообще предлагаю обсудить дальнейшие планы как раз-таки по Тэквондо. И этот вопрос мы будем задавать как раз-таки вам, Валерий, потому что вообще какое будущее, какие соревнования ждут впереди нашей команды по Тэквондо. Значит, что касаемо планов на будущее, то у нас впереди, допустим, вообще это лето очень насыщенное. То есть у всех каникулы вы будете работать в плоти лица? Да, у нас только начинается соревновательный сезон. Значит, в этом году три турнира в Корее. С 30 июня по 5 июля это международный турнир Корея ОПЕН в городе Кёнджу. Значит, затем с 9 по 12 июля это международный турнир Чёнджу ОПЕН в городе Чёнджу. Потом, значит, с 14 по 19 это международный турнир Экспо Калджу ОПЕН. Это тоже в Корее на острове Чёнджу в городе Муджу. Значит, помимо этого, я, конечно, перебил, значит, с 5 июля по 17 в Якутии в России будут проходить турнир Дети Азии. Значит, этот турнир имеет, ну, такой негласный статус детских Олимпийских игр. Значит, в этом году впервые наши спортсмены поедут на этот турнир. Какого возраста? Значит, турнир проводится возрастная группа 2001-2001 год и в порядке исключения допускаются спортсмены 2002 года. У меня такой вопрос, а есть ли у наших спортсменов шансы попасть на Олимпийские игры в Токио? Вы знаете, к сожалению, да, в этом году у нас не получилось заводить Олимпийскую лицензию. Значит, на это есть все объективные и субъективные причины. Но вот в апреле этого года, значит, было принято решение, значит, назначить старшим, главным тренером Кыргызской республики по Токондо ВТФ, значит, Осмонов Исламбека Шершеновича. Это ветеран Токондо, значит, он прошел очень, скажем так, большой путь от простого, от спортсмена до директора ассоциации. И в данном случае, вот сейчас, до недавнего времени он был на должности вице-президента, и вот в апреле было принято решение назначить главным тренером Кыргызской республики. Познал все тонкости Токондо ВТФ. Ну что ж, там Александр и Адельхан уже вовсю готовы. Переходим к ним. Хотелось бы посмотреть и научиться каким-либо движением. Так, начинается ясно с поклона. Традиционно. Тики. Так. Как называется эти приемы? Тифурич, ади. Сразу все понимают, что Нурсутан занимался Токондо ВТФ. Ой, давно это было, совсем давно. Можно, пожалуйста, последнее движение, если не трудно, повторить вот это, которое, как называется? Забыл. Да. Самое красивое. Вот это да. Торнадо, как называю я этот удар. Спасибо большое. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях были Валерий Тен, мастер спорта международного класса по Тейквондо. Также у нас были Александр Легай, старший тренер сборной Кыргызской республики по Тейквондо. И Адильхан Абдрахимов, который как раз-таки победил на последнем прошедшем кубке соревнований по Тейквондо, кубок посла. Корректор. Ну и единственное, что остается от нас, это пожелать вам удачи на предстоящих соревнованиях. И, наверное, ждать уже в следующий раз вас у нас в гостях с новыми медалями, с новыми грамотами и кубками. С такой активностью, я думаю, дождемся вас только осенью. Спасибо большое. Ну а вы, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.